если в этой стране вы купите продукты не удивляйтесь что их срок годности будет заканчиваться через 500 лет здесь вы максимально сможете ощутить местную культуру и колорит в отличие от любой другой страны юго-восточной азии ведь она единственная из всех не была завоевана или колонизирована европейцами но популяризации туризма эта страна обязана войне в соседствующем государстве но об этом дальше в этом выпуске я отправлюсь с вами на пхукет крупнейший остров таиланда значит я в таиланде первый раз лететь но я живу в москве и лететь из москвы до таиланда грубо говоря 9 часов разница во времени с москвой незначительно четыре часа четыре часа таиланд впереди пхукет расположен в андаманском море индийского океана на дне этого самого моря находится временно затихший вулкан что вызывает у этого места особый интерес а из-за особенностей рельефа на этой территории существует настолько большое количество микроклиматов что нормальным явлением будет идти пожаре на солнце и при этом наблюдать как в километре от вас бушует чуть ли не ураган едем дальше если в таиланд брать тур да скажем так через какую-то компанию то здесь таиланде вас как правило будут будет встречать групповой трансфер там типа стоят такие автобусы вы садитесь на автобус и в автобус пока вот всех у них там все это запись идет по листику кого должны забрать они вот и пока как бы автобус всех не наберет кто по листику записан ну тур оператора они будут вас ждать если в аэропорту брать такси их можно взять такой типа мини бусик выйдет это вам на доллары ну ориентировочно где-то сто бакс пукет да и вообще таиланд совсем недорогой для русского туриста как в плане питания так и в плане жилья именно здесь проходят фестивали не знающие границ вегетарианский празднование китайскими эмигрантами 9 лунного месяца с воздержанием от мяса и алкоголя водный фестиваль сан кран знаменует начало буддийского нового года лой кратонг тайцы выпускают маленькие цветочки поплавки и горящую свечу на озерах и в море а ежегодно примерно в апреле тайцы массово выпускают черепах в океан да кстати вот если вы хотите отелей такого высокого уровня допустим отдых с детьми вот я определенно рекомендую робинсон где сейчас нахожусь здесь именно как бы куча разных там мероприятий проходит для детей и для детей там для взрослых офигенная территория большой пляж бесконечный еще есть какая тема примеру вы приехали в отель ну допустим вы хотите в таиланде находиться там две недели а приехали в отель там на несколько дней да допустим вот здесь можно конечно же арендовать виллу есть куча компаний также вот мы приехали по туру сразу же у нас был гид до вначале который нам тут рассказывал всякие фишки местные он сразу же сказал что у него есть контакты людей кто занимается арендой здесь до местные ребята и квартиры и там пилы вот все это тоже как бы есть все это не сложно в огромном количестве здесь очень популярная аренда всяких там мопедов всякой такой фигни будет они хреново и и у них движение по левой стороне мне рассказали как тайцы получают права то есть у них это занимает буквально полтора часа они приходят сдают там какой-то элементарный тест из разряда на какой сигнал светофора можно проезжать и все им выдали права это уже можешь есть имейте ввиду что если вдруг там упадете если вдруг там поцарапаетесь медицина здесь конечно не дешевая хотя такой момент что принцесса да ну а в таиланде там есть король принц там да есть принцесса значит принцесса занимается здесь медициной всей медициной в таиланде и здесь за подделку лекарств смертная касть и все же почему отдых в таиланде так набрал популярность все очень просто как вы знаете таиланд граничит с вьетнамом как раз во время вмешательства сша в военный конфликт во вьетнаме американцы уезжали на так называемый отдых в таиланд там собственно говоря находились американские базы но мы здесь все же чтобы не обсуждать мрачное прошлое поэтому вернемся в светлое будущее почему будущее да потому что приехав в таиланд и посмотрев на местный календарь вы окажетесь в будущем в прямом смысле там сейчас две тысячи пятьсот шестьдесят четвертый год в чем прикол да ни в чем просто тайцы живут по буддийскому календарю они грегори анскому как весь мир согласно этому самому календарю годы местные начали считать когда будда ушел в нирвану тайский массаж ребята многих такое немножко фантастическое понимание того что такое тайский массаж что значит представляет собой тайский массаж вообще тайский массаж он не один до тайских массажа их там целый список можно подразделять вот тайский массаж на такой как бы тайский массаж мощный когда вы ложитесь вас там ну там ходят по вам и как бы ну реально это может быть больновато я как бы когда делал у меня потом еще спина болела ну наверное них неделю есть такие скажем варианты лайтовые ты когда бы это больше там поглаживание такое как бы легкое мять и со всех сторон вас минут и есть как бы еще такие разновидности что типа там арома ароматические всякие есть как бы с маслом есть кокосовым маслом есть как бы отдельно массаж головы и рук есть отдельно ног стоить это может там от 350 бат это может стоить как бы такое что-то простое грубо говоря 350 бат потом там 400 450 500 ну и как бы до где-то 700 800 бат маст си в таиланде ботанический сад если вам мало пальмы тропиков то здесь вы их найдете еще больше смотровые площадки корон на горе ранг хилл и на мысе промтеп приехать в новый город и не посмотреть на него с птичьего полета особенно когда посмотреть в самом деле есть на что это преступление и здесь как раз таки и вам поднимут настроение местной обезьянки мыс промтеп заслуживает отдельного внимания здесь не только шикарный вид но и религиозные достопримечательности святилища брамы со слониками всех размеров и военный маяк куда тоже можно подняться бесплатно но теперь давайте покажу вам свой номер сразу же скажу что у меня family suit это достаточно большой номер 90 квадратов и расположен он на первом этаже здесь у меня от получится три ктожа то есть может быть на втором на третьем я просил и медали первый этаж для того чтобы было сейчас вам покажу что вот так заходите сразу же тут небольшой гардероб ванна такая и душ и ванна есть что хорошо дальше спальня одна кровать здоровая куча подушек плюс еще вот это вот кровать есть это как бы одно одна комната на здесь закрывается и здесь сразу же идет старать комната а теперь самая фишка и кстати здесь тоже есть вторая точно такая же ванна как и в первом случае еще раз 90 почти 90 квадратов и вот так вы открываете все это дело и сразу же выходите столик есть такой и там тоже столик и здесь вы вышли ребята здесь играют дети там всякие теннисы настольные футбол бильярд и вы вышли по травке и сразу же можете нырнуть бассейн что я и делаю любители ночной жизни запомните одно пляж потом именно на этой аллее расположились более 200 баров несколько ночных клубов магазины и шоу для взрослых любители классических музеев могут оценить такие развлечения как 3d музеи королевство тигров 3d музеи помимо забавных инсталляций на фоне которых можно сделать фото с оптическим обманом находятся также репродукции произведений таких мастеров как ван гог мунг и да винчи но королевство тигров располагается в буддийском монастыре где содержать тигров и приучать их к общению с людьми давняя традиция питание здесь в гостинице четырехразовое что такое четырехразовое завтрак идет после завтрака идет поздний завтрак потом идет обед и потом идет ужин а а а а и а здесь типа есть свой мини зоопарк видели ребята не не я ребята видели игуану я лягушку видео и крабиков видел маленьких на пляже кстати смотрите такое дерево лианы прям реальные джунгли просто джунгли джунгли вот или очень большая территория я не помню чтобы я оставался в каких-то отелях с территориями похожего размера и здесь в плане активности есть все сразу же возле отеля от отеля есть мопеды можно взять в аренду сразу же мопеды здесь есть теннисные корты волейбольные площадки пляжный волейбол футбол на траве на настоящий до газончик такой значит потом мини-футбол стрельба из лука гольф теннисный стол здесь есть всякие типа там футболы настольные ну для детей для взрослых баскетбольная площадка есть здесь есть спортзал именно фитнес-центр с тренажерами здесь есть зоны там где типа занимаются йогой такой всякой фигней пилатес есть прочь куча всяких разных клубов по интересам и 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 это все и В таких камнях, просто если на них забраться со стороны моря, все кишит крабами. То есть просто камни на камнях, я не знаю, я сейчас видел, не несколько, а десятков, а, наверное, просто сотни крабов. Просто вот такие крабики размером, ну, с ладошками, говоря, просто все вот эти камни, или такие скалы, как их можно называть, облеплены. Пляж здесь реально, ребята, бесконечный. То есть если вы хотите бегать по утрам или гулять, вообще просто без проблем. Ну, вот так выглядят обычные тайские сувенирные магазины. Где вы можете взять, к примеру, ну, вот увлажняющее масло с чем это? С алоэ. Алоэ, если я не ошибаюсь. Всякая фигня, там, детские товары, кружки. Естественно, здесь есть всякие, типа, там, слоники, поделки, обезьянки. Ну, вот, к примеру, слоник. Да. Музыка. 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 Музыка.